Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь Виталий Рафеев на канале Чувство Знания. Сегодня мы продолжим тему, которая была начата в предыдущих видеороликах. И тема такая широкая и большая. Как быть творческим человеком. Сегодня, как видите, лист бумаги пустой. Сейчас мы его будем плотненько заполнять. Потому что нам необходимо подвести какой-то промежуточный итог. И чтобы какие-то моменты нам сегодня помогли. И мы должны эти моменты обозначить. То есть, какие моменты у нас были важны в предыдущем, в первой части? В первой части был важен момент о том, что мы говорили, что в настоящем человека нет. То есть, вот так напишу. В настоящем моменте времени. Времени, как бы не будем говорить слово. В настоящем моменте человека нет. Все. Это утверждение. И мы с ним как бы соглашаемся. Мы говорим «да». То есть, вот это именно утверждение говорить «да» или «нет». Они очень важны. И когда-нибудь там в дальнейшем я поясню, почему «да» и «нет» важны. Мы говорим «человека нет». Но в то же время мы ему говорим «да». Следующий момент. Следующий момент. А что есть в настоящем моменте? Мы сказали там. Мы сказали, что в настоящем моменте, вообще настоящий момент существует, потому что в настоящем моменте находятся рабы. Рабы. Есть. В настоящем моменте. И с этих позиций мы начали продвигаться очень таким сложным вопросом, как помните. Когда мы начали понимать, что мы не хотим быть рабами, но в то же время мы находимся в рамках закона. То есть мы определились, что существует два важных закона. Закон времени. Домашний закон, которым мы подчиняемся. Закон времени. И закон пространства. Пространство. Два закона. Это мы определились с вами во втором ролике. Видеоролики, да? И исходя из этих двух роликов, мы уже так начали понимать, что существует у нас большая проблема. Проблема времени, проблема пространства, которых незапамятные времена, и до сих пор люди все равно боятся. Потому что, был там вывод такой, время и пространство способны разделять друг друга. Из-за этого у людей появляется страх к этому времени и пространству. Двум законам. То есть у нас такая была категория, одна как страх. Страх. Так вот, и мы пришли к какому-то интересному выводу, что человек приходит в настоящий момент, когда его нет, мы его зовем из-за страха, и человек приходит, и у нас появляется так называемое слово ум. Понятие ум. Но мы сейчас не будем вот понятие раскрывать, развивать, а просто скажем, что понятие ум это присутствие человека в настоящем моменте времени. присутствие. То есть ум приходит, и когда он заключает союз с законом, с каким-то с этим, с одним или с другим, то есть ум становится инструментом сознания, то получается один из законов мы соблюдаем. Закон пространства или закон времени. Ну, закон ум плюс сознание там был у нас. Ум плюс сознание. Или наоборот у нас был, там еще один закон был, да, в котором мы преодолевали закон времени, закон пространства с помощью рабочего, который работает на человека, или с помощью служащего. То есть было дело там, написано так, сознание. Ум плюс сознание и сознание плюс ум. Еще один пункт важен, да? В руки сознание, то есть начинает служить закону, мы говорили, то у нас получается там что? О-сознание. Ты маленький перепутал? Вот, о-сознании. О-сознании. А когда сознание берет в руки ум для работы, да, мы получаем самосознание. Самосознание. То есть здесь о-сознание, здесь самосознание. Это буквы, видите? Вот такие, в общем-то, уже семь пунктов мы набрали. Из-за того, что мы научились вещам понимать, что такое рабочий человек и что такое слуга человека. Вот они, состояние, да? И благодаря этим двум состояниям мы избавляемся от этого вещи, от страха. И в то же время, мы чему начинаем учиться там? Мы начинаем учиться нахождению в свободном пространстве и в независимом времени. То есть мы не испытываем страх. Когда мы не испытываем страх, мы на что способны? Мы на многое способны. Мы обретаем состояние бесстрашия. И это состояние очень важное. Именно находясь в пространстве и времени, мы можем соединить эти два вещи. То есть мы соединяем время и пространство. Время и пространство соединяем и получаем время и пространство соединяем и получаем некую форму. И там мы рисовали, к примеру, мы там рисовали сферу. И там был последний важный пункт. Когда я сказал о том, что существует такое понятие добро. И о добре мы когда-нибудь тоже будем говорить, откуда он наберется. Когда мы совершаем добрые дела во времени и пространстве, соединив их с добро, то критерий добра это ощущение радости. добро плюс радость напишем так. Вот радость пишем, да? Добро плюс радость. И десятый пункт, уже наконец-то последний, надеюсь. Наконец-то десятый пункт. Благодаря совершению добра и передаче радости мы что делаем? Мы участвуем в событии. Событии. о котором мы ничего в общем-то не знаем. Но радость у нас ощущение сопричастности к событию. Вот. К событии, которые являются актом творчества, актом творца. То есть чего мы и добивались в принципе. Чтобы стать творческим человеком. Сегодня мы будем о чем говорить с вами. Я обещал, что буду говорить о мужчинах и женщинах. Вот. Но прежде чем к ним подойти, к мужчинам и женщинам, а к ним подойти не совсем просто, как вам так кажется, да? Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что когда я говорил о рабочем, когда я говорил о рабе, там, раб, да? Рабочий человек, слуга человека, я никогда не упоминал понятие мужчина и женщина. Но вы, ну и я в том числе, когда мое восприятие слышит слово там, слуга, рабочий, какие мы, понятия у нас всплывают в нашем воображении, какое он нас там соединяет. Мы представляем себе рабочего мужчину с лопатой, как говорится, да? Грубо говоря. Или женщину горничную, служанку, можно сказать, да? Все. То есть, когда я это говорил, у вас такие представления в голове могли оказаться. Это не совсем правильно. Это не совсем правильно. Я не имел в виду ни мужчину, ни женщину, когда говорил о рабочем и служащем. Понимаете? Это я говорил о человеке, а не мужчине и женщине. Мужчина и женщина там еще не было. Мужчина и женщина появляются вот здесь. Когда это все проходит, появляется мужчина и женщина. там мужчина и женщина не было. Вот. Мне бы хотелось, чтобы вы только вот сегодня начали как бы представлять себе мужчину и женщину. Откуда они появляются? так вот, откуда они появляются. Вот здесь вот, когда мы говорим, что в настоящем моменте человека-то нет, но творец-то не может ожидать нас, когда мы насмелимся, соберем себе дух, волю закалим, научимся каким-то навыкам там и так далее. И скажем, ну все, сегодня я все заканчиваю тему и буду наконец-то я творческим человеком кинуть в этот омут. Нет, конечно, безусловно, никто нас не ждет тут. Вот здесь. И работа здесь никакого нет в настоящем моменте. Творец, творец, что делает? Он создает мужчину и женщину. и появляется третий важный закон, который нас кардинально кардинально нас ограничивает. Закон воплощения, то есть воплощение. Воплощение, закон, закон. Ну, для нас он закон воплощения, именно как мужчина, мужчина и женщина получается. То есть вот три закона. Три закона. Закон, который нас спасает благодаря ему. Мы мужчины и женщины можем существовать во времени и пространстве и не разваливаться на части. Потому что если представляете законы как они есть, то по идее нас должно порезать на части. вот это все. Нас это не режет на части, потому что мы воплощены как мужчины и женщины. И следующее отступление. Следующее отступление касается понятия добра. Понятия добра. То есть когда вы предыдущий ролик прослушали, там я такой пафосный, у меня там была концовка этого ролика делайте добро, передавайте людям радость, воспринимайте там нравственные и моральные законы. Вот пафосный ролик, вы залупались, выключили скорее всего это видео и пошли себе делать свои дела. Нет, конечно, вы скажете, я все знаю и я тоже все знаю и меня с детства этому учили, что ты меня учишь, чтобы как там добрые дела делать или тому подобное. но есть большое есть но, о котором вы не подозреваете. Большое но. Добрые дела не так просто делать на самом деле. Вот здесь вот, когда работает закон воплощения мужчин и женщин. Можете представить себе, вспомнить себя или представить себя в будущем какое-нибудь доброе дело вспомнить, ну что-то вспомнить. Вот на минутку задумайтесь. Я сейчас минутку буду молчать, а вы будете думать. Вспоминать доброе дело, которое вы сделали, от которого у вас было ощущение радости, подъема какого-то, ощущение сопричастности и знаний какого-то. Или представьте, как вы можете совершить доброе дело в будущем. Можете такое представить? Ну, тут минуту ждать закончили, вряд ли вы это представите себе. Добрые дела лично я не так много добрых дел вспомнил. Ну и почему не можем вспомнить? В чем тут секрет? Говорит, да я вроде делал добрые дела. Я помню их, но сказать я их не могу. Потому что доброе дело в памяти не остается. Парадокс доброго дела. Доброе дело остается где? Остается в сердце. То есть доброе дело оставляет в сердце след, в сердце человека. А сейчас важная тема будет. То есть важная тема по моменту сердца человека, которого в настоящем нет. Понимаете? И поэтому вспомнить добрые дела в принципе не можете. Если вы вспомнили добрые дела, то это были не добрые дела. Это были какие-то поступки, связанные с какой-то мотивацией. Потому что доброе дело оно не мотивированное. То есть даже когда вы пойдете и думаете вы соскочили так, все, я стану творческим человеком, сейчас, все, завтра пойду делаю добрые дела, соединив пространство, увижу там что-то новое, какие-то проекты в этом реализуюсь, все, я в теме буду. Все. Нет, так не получится. Потому что это будет мотивация. Мотивация сразу вас отрезает от сердца. Вы не присоприкасаетесь с человеком. и вы не можете соединить два пространства в форму. Потому что доброе дело вам не даст связи с нравственными и моральными законами. И пространство и время вы не сможете соединить. Потому что у вас мотивация есть совершить добрый поступок. Поэтому мы сейчас придем к такой интересной вещи. А как же совершать добрые дела, скажете? Если тут совершить никак без мотивации, куда нам деваться-то? Проблема с добрыми делами в чем? В том, что доброе дело, оно, как мы заметили вот здесь, да, доброе дело, приводит к чему? К участию в событии. К участию в событии, которое является актом сотворения, актом творчества мира. Поэтому не каждого человека сюда пускают. Не каждого, далеко не каждого. Вы вроде бы готовы доброе дело совершить, вот вы уже в теме, как говорится, а ничего не получается, вас не пускают. Нет повода сделать доброе дело. Нет даже возможности такой. Есть такая тема благотворительности, есть такая тема подати какой-то. То есть на пути на вашем встречаются люди, которые готовы принять от вас добро, добрый поступок. Не встречаются на пути. Вроде бы все идет, нормальность по жизни, добрых дел не получается сделать, потому что на пути все люди нормальные, все люди достойные, вы стремитесь к общению с достойными людьми, к уважаемым людьми, которые успешные люди. И как-то им добро-то не нужно ваше, более того, они скажут, что ты меня обижаешь, что ты пытаешься мне помочь. Грубо говоря, это самое. И тогда возникает такая проблема, а как сюда попасть в этот мир-то с добрым, намерением. Почему вас мир не пускают? Почему нету повода, нету возможности, вообще нету куда проложить свое доброе намерение? Мир вам не доверяет. Не доверяет мир. Потому что мир испытывает страх, когда вас видит. И вот эта вот вещь, теперь вы-то ничего не боитесь. Вы не боитесь, вы вот чем всему научились законами пространства времени, вы научились управлять, вы научились согласовывать отношения и связи между умом и сознанием, и сознанием умом, научились самосознанию, и осознанию. Все у вас вроде в теме, вы молодцы, луки-палки, все, все у вас нормально, но теперь страх испытывать начинает мир. Я даже писать его не буду сюда, но сейчас здесь напишу мир. Вот мир начинает испытывать страх, когда видит такого кадра, который вот это все прошло, молодец, но добрых дел ты в мире не сделаешь, тебя вот к этой теме не подпустят к событию, вот, к чему тебя могут допустить, вот к этому, к отношениям и связям между мужчиной и женщиной. Все. И вы ладно, ну ладно, все, тема понятная, да, давайте, добрые дела буду делать для женщин и мужчин. Но у каждой женщины, у каждого мужчины имеется свой социальный статус. Соответственно, у вас возникает проблема. Женщина от мужчины, когда видит какие-то добрые дела, она их воспринимает как знаки внимания. То есть и она поощряет эти знаки внимания, потому что она еще больше себя ощущает женщиной. Все. Но недоброе дело это для нее. Это знак внимания к женщине, помощи женщине. А мужчина, когда женщина пытается оказать ему какую-то помощь, нормальному мужчине, нормальному смысле, не беспомощному. Беспомощен больной человек, больница, там другой разговор. А в этом это важно. Нормальный мужчина воспринимает такое поведение женщины свой адрес, ну как если не флирт и кокетство, ну какое-то стремление понравится. То есть вот женщина, видите, она мне помогает, наверное, хочет, а мне понравится, и я ей нравлюсь. То есть возникает проблема воплощения в мужском и женском начале. и творческий потенциал ограничен вот этим законом. И куда нам деваться-то в этой проблеме? Как эти два вопроса решить? Мир испытывает страх. Если вы в мир не идете, вы идете к мужчинам и женщинам, а они говорят, ты, елки-палки, что нам хочешь сделать-то? Нам это не надо. Мир испытывает страх. От вашего присутствия где? Вот здесь в настоящем моменте. Миру в настоящем моменте нужен кто? Ему нужен раб. Раб творца, чтобы через него мир сотворялся, постоянно воспроизводился, как говорится, да, словом? А этого нет. У мира вот здесь в настоящем мире страх, потому что вы тут со своими благими пожеланиями пытаетесь что-то тут сотворить. Вот. А это ему не надо елки-палки. То есть мир не хочет, чтобы его изменяли. Понимаете? А вы можете только здесь его изменить. Не может сотворить. То есть доброе дело ваше не будет добрым. Вот. Поэтому мы, чтобы вот эту проблему решить, куда должны отправиться? Куда должны отправиться? Отправиться туда, где нет у нас страха. страха у нас нет. В двух направлениях. В двух. И мы нарисуем то, что было в предыдущих видео. Вот это. Вот. Ну, скажем, вот так вот нарисуем. Немножко, да? Не будем его рисовать. То есть я говорю о чем? О прошлом и о будущем, где страха у вас нет. У вас нет отношения к прошлому страха, к своему собственному. Нет, не к любому прошлому. Вот здесь прошлое, а здесь будущее, и к будущему страха нет. Вы можете в будущем мечтать, вы можете в будущем кем угодно быть. Вот. И этот интересный момент мы можем использовать, чтобы совершать добро. В окружающем настоящем моменте, пространстве и времени, которое мы сейчас видим, казалось бы, прошлого и будущего нет. Но что мы можем найти в прошлом и будущее в настоящем? Мы можем найти кого? Детей можем найти и пожилых людей, скажем так, стариков их называют еще, но лучше пожилые люди слово использовать. Так вот, дети где находятся? Дети находятся вот здесь, сверху нарисуем дети. А пожилые люди, пожилые написано, пожилые, пожилые, здесь дети, дети находятся здесь, в будущем, это будущее, это будущее, а здесь прошлое. И здесь страха нет у мира по отношению к вам и ко мне. Он меня не боится. мы можем пойти в прошлое пожилым людям и в будущее детям и совершать для них добрые поступки. И они на самом деле нуждаются в этих добрых поступках, нуждаются в добром отношении, нуждаются в сочувствии. Вот эти группы мужчин и женщин, то есть это уже бывшие мужчины и женщины, пожилые люди, а это будущие мужчины и женщины. А здесь в настоящем мы находимся, мужчины и женщины, все остальные. И даже не ожидайте благодарности за эти поступки. Вы и я ожидают радости. И где мы оказались? В будущем и прошлом, находясь в настоящем. И вот здесь-то оказывается, что здесь находится-то? Пожилые люди, а здесь молодежь-то? Молодежь уже находится в будущем, в будущих законах, в будущих нравственных и моральных законах. А пожилые люди находятся в прошлых. И вы связываете эти законы все с помощью доброго поступка, с помощью радости. Эти законы движутся сюда, движутся к вам. Вот в этом случае-то, когда вы принесете в мир добро в виде нравственных и моральных законов из прошлого и еще очень важно из будущего, вот здесь-то мир будет очень вами доволен. И он начнет вам доверять, потому что в сердце останется радостный след, след радости. Мир будет вам благодарен. не вот эти люди, не дети и пожилые люди вам будут благодарны, а будут благодарен мир за то, что вы принесли в этот мир законы. И мир перестанет испытывать что? Страх. Перед кем? Перед вами. Перед вами. То есть, когда в свою очередь вы испытывали страх перед миром и его законами пространства и времени, то теперь, имея воплощение в мужском и женском начале, вы принесли в мир что? Законы из будущего и из прошлого соединили этот мир в какую-то форму окружающего мира. И в результате чего? Мир вас принимает как свою часть. То есть, до этого был момент, какой? Вы принимали мир в себя, пространство, время, законы, чтобы не испытывать страх перед миром. и в оконечном итоге, сейчас уже мир воспринимает себя как мужчину и женщину, способные принести в мир добро. Соответственно, вы участвуете в событии, вы можете уже, и мир открывает перед вами свои двери. То есть, мужчины и женщины нет на этой стадии. Здесь их нет, здесь их нет, здесь их нет, здесь их нет. нигде их нет. Где они появляются в мире? Когда вы принесли в мир добро из прошлого и будущего. То есть, мир принимает мужчину как воплощение собственной свободы, пространства от времени. Это вот понять очень сложно. А женщина наоборот. мир воспринимает женщину вопринимает в мир и называется она женщиной именно как время независимое от пространства. То есть, мир принимает вас в себя. Потому что вам доверяют на основании того, чтобы совершив добрые поступки, принесли в этот мир в настоящий момент нравственный моральный закон и соединили эти два понятия. Соединили и вместе с тем мир освободился благодаря вам от страха пространства и времени. Теперь этот страх находится в вас опять, как в мужчинах и женщинах. И мы что за этот мир получаем? То есть, мир нам доверяет познание себя. Через познание мира мы познаем опять же самих себя. Как мужчин и женщин. И на этой позитивной ноте мне бы хотелось сегодня закончить повествование и продолжить в следующем видео. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы. Совершайте добрые дела. Избавляйте мир от страха. Занимайтесь глобальными. Спасайте мир. И мир спасет вас от страхов, ваших проблем. Всех вам благ. С вами был я, Виталий Рафеев на канале Часознание.